друзья всех приветствую это будни уолл-стрит сегодня мы с вами поговорим и про рынки америки сша конечно и про европейские рынки и в конце по традиции китайский рынок и там много что интересного есть если вы слышите мне немножко голос подсел я немножко приболел и думал перенести запись этого видео на четверг но подошла четвергу я могу тоже не выздороветь и соответственно вообще у нас ничего не будет а на рынке это творится много чего интересного поэтому сегодня делайте чуть погромче я буду чуть потише говорить и давайте начинать тоже действительно очень важный момент есть которые не хочется слишком далеко уводить начнем с самого важного самого ключевого это конечно с того чтобы поставить лайк комментарии попозже вот лайк очень помогает к тому что те люди которые инвестируют глобально для них эти видео будут наиболее актуальны ну естественно для вас ну и второе по важности это конечно я не могу не пригласить вас уже в начале марта у нас стартует курс инвестиций на миллион 3.0 сейчас поскольку до курса еще чуть больше месяца действует специальная скидка аж 4 25 процентов скидки для есть такое понятие на английском языке называется early birds да то есть ранние пташки вот как и в инвестициях кто раньше соответственно покупает чем все остальные инвесторы получаете до лучшие цены и вот сейчас есть такая возможность до 31 января и если вы заходите в наш курс то 25 процентов есть курс чем хорош тем что уведут три дмитрия дмитрий сухов который более 30 лет на рынке дмитрий донецкий является управляющим активами в одном из крупнейших брокеров россии также является главным аналитиком но битрис ухов я просто пропустил но дмитрий сухов сертифицированный аудитор управляющий активами уже в третье десятилетие но я ваш скромный ведущий и блогер дастик можно назвать хотя блогер месте не считаю дмитрий черемушкин который ведет собственно острый про уже восемь а почти лет мы делимся с тем как правильно оценивать компании как читать отчетности как работать с облигациями как работать на российском рынке как работать с глобальными площадками в общем если вы хотели действительно прокачать свои навыки и знания в том как не потерять деньги как инвестировать грамотно то милости просим 6 недель хорошего тренинга с записью видео вы в любой момент можете смотреть либо онлайн либо потом записи этих видео и сейчас еще и скидка 25 процентов как мне кажется это что вам нужно так мы мне говорят у меня память заканчивается но нет вот так вот итак давайте начнем начнем с того что хорошая новость freedom финанс провела проверку да кстати ссылка на курс внизу естественно freedom финанс провела внутреннюю проверку freedom holding corp объявил о завершении внешней проверки проведены независимыми членами ее совета директоров и внешняя проверка касалась широкомасштабных обвинений выдвинутых в отношении компании и бизнеса в отчете от 15 августа 23 года опубликованный хинденбург ресерч активисткой фирмы занимающейся короткими продажами которая сообщила наличие короткие позиции по акции значит там обвиняли их в том что они обходят санкции манипулируют акциями в общем все что что значит почему я начал именно с этого да с этой новости потому что freedom финанс это один из немногих игроков внешних для граждан россии которые могут продолжать инвестировать на рынок сша и соответственно если у freedom финанса все будет хорошо значит все будет хорошо тех кто через них торгуют те же сша ту же европу поэтому мы следим за этим значит внутренняя проверка вроде не вывести не выявил никаких плохих показателей осталось теперь дождаться на то что выявит комиссия по ценам бумагам сша это занимает длительный период американцы в этом плане никуда не спешат поэтому будем надеяться что и там все пройдет хорошо дальше идемте сша значит оказались на грани реальной гражданской войны уже начались столкновения между нацгвардией федеральными войсками на южной границы сша началось столкновение но это знаете это написал естественно это вырезка из москвы комсомольская правда если не ошибаюсь например то же самое что читают часто американцы в какой-нибудь cnn когда в россии на полках ничего нету люди голодают в общем значит что действительно в сша у нас есть оплённые проблемы то есть естественно все стараются преувеличивать размер проблемы проблемы не в том что количество беженцев сша огромное количество из-за политики байдена в том что они сразу гражданской войной уже ведут конечно все может случиться мы видим что мир сходит с ума горячие точки возникают постоянно теперь то есть мы вышли из равновесия которое у нас было последний но там в той или иной мере и сейчас конечно это продолжается скажем так рынке данный один из важных моментов это куда деньги идут рынке пока вообще никак не отреагировали на это не золото не s&p 500 тесла вчера еще и выросла даже ну то есть пока вот эти громкие заголовки реальные деньги их никак не используют поэтому мы пока наверное пропустим гражданскую войну сша до лучших времен как говорится вот когда и надеюсь никогда но если что-нибудь подобное случится мы конечно же увидим с вами минус 50 процентов по сын и пи сразу на потом минус 70 но надеюсь этого не случится идемте дальше начнем с того что с s&p и сравнение его с rasl 2000 rasl 2000 это акции малой капитализации о чем это говорит о том что s&p чем хорош тем что он достаточно сбалансирован в нем есть и акции малый точнее есть акции средней капитализации и высокой капитализации но самое важное почему s&p так всех уделывает в последние годы это наличие в нем так называемое magnificent 7 как часто сейчас пишут в разных обзоров это правильно перевести ну не магическая семерка великолепная семерка великолепная семерка бумаг типа amazon microsoft apple там google и так далее которые собственно и тащит все это такие компании как apple такие компании как microsoft или google это ну практически можно сказать монополисты где-то на в какой-то сферах или около того я сейчас активно изучаю экономическую историю читая книгу рейда лио о том как падают и возраи со становится значит великие державы и там начинается с 16 века с голландцы голландцев потом как голландия была империи потом как стали англичане потом америка стала гегемоном и сейчас якобы китай на это все идет и там очень хорошая история про остинскую компанию как они ну и кашу англичане что он и голландцы они значит вывозили из азии огромное количество товаров делали на этом большие бабки собственно европа потом и не только из азии там и из африки из латинской америки в итоге европа англия да там отдельные страны до этого испания конкистадоры в общем пухла европа и жировала в основном за счет того что очень хорошо так зарабатывала деньги на монополиях вывоза капитал вывоза продукции из нового света из азии и так далее вот сейчас если брать вот эти империи которые описывает райдалио то за счет чего империи часто и жировали также британская империя голландская империя сейчас американская им можно сказать империя как бы они себя не называли но сейчас то же самое происходит только в цифровом варианте то есть s&p почему таких а и бьет да потому что google вывозит деньги со всего мира являясь основным поисковиком да для многих стран apple является одним из круп круп крупнейших и как сервис провайдеров такие соответственно производства телефонов amazon по всему миру постепенно свои щупальцы значит ну и так далее то всякие производители соц сетей наш известный сахарная гора вот чтобы не говорить что это экстремист вот сахарная гора значит главный экстремиста тоже везде свои фоточки в инстаграмах запрещенной соц сети которые и так далее то есть сейчас америка действительно если читать райдалио посмотрите его последнюю книгу как раз можно скажем отнести к тому что сша действительно со всего мира вытягивает эти деньги за счет этих крупных корпораций и растет этим естественно на пользу шник я не знаю ни одного индекса такого крупного в мире который бы так хорошо рос поэтому и сын пире one love мы кажется любим в тебя инвестировать но теперь по экономике сша и s&p растет не только потому что microsoft и apple вытягивают бабки из нас и тянут все это соединенные штаты америки а потому что еще и в целом экономика сша помимо этих компаний тоже чувствую себя неплохо вышли данные за четвертый квартал 23 года в сша 3 1 процент это выше чем ожидали все аналитики то есть экономика сша чувствую себя прекрасно и даже прогноз на следующие кварталы построили из разряда что в двадцать четвертом году не будет сша рецессии будет все хорошо в общем танцуем и пляшем то есть экономика сша как там многие уже признаются оказалось лучше китайской экономики более устойчивый и чувствует себя прекрасно вот и из связи с этим даже снизилась ну то из-за этого из заявлений со стороны федерального резерва о том что вы ребятки там совсем как бы попутали что-то значит снижать снижать ставку мы не будем так быстро как вы там рассчитываете то есть рынок рассчитывал что ставку начнут быстро резать но этого не произойдет скорее всего потому что опять же экономика чувствует себя прекрасно при таких ставках да то есть там где-то есть проблемы безработица не растет сильно то есть она остается низкой и снижать ставку когда у тебя экономика горячая это опасно потому что и снова инфляция будет но то что видите вероятность снижение ставки в марте она снизилась до 40 процентов все равно народ ожидает что ставка снижаться будет в соединенных штатах америки да и это все равно драйвит американский рынок и но это немножко поговорили о теперь давайте предметно а вот хорошая статья да прямо картинка туда статья блумберга который описывает что хоть и европейцы и закрыли на вот газовый вентиль который шел из россии но при этом они не перешли на возобновляемые источники энергии а заменили его просто американским вот этим видео теста цистернами с сжиженным природным газом который идет из соединенных штатов америки так идет еще и дороже и соответственно наносит ущерб экономике европы то есть европа сознательно заменила дешевый российский газ на дорогой американский и они этому очень счастливы да то есть есть демократический газ а есть не демократический тиргаз вот демократический газ он дороже из-за это приходится платить потребителям но что же из этого мы все вытаскиваем если вы слышали что недавно произошло произошло объявление значит две компании компания значит south south western energy company мы в свое время часто называют как вы называете свином его называет да swn у него тикер свин и часа пик который в свое время был банкротом значит вышло из забвения все таки удивляются как он вообще куда он вышел он уже был банкротом потому что видите история значит часа пик начинается с 24 февраля хотел сказать 21 года но чуть-чуть раньше 10 февраля а вот он заново возродившийся из пепла феникс который значит платит почти три процента дивидендов и он объединяется вот со свином свин это на south western значит вышла хорошая статья на баронс значит покупайте говорят часа пик значит производитель значит слияние производителей природного газа и скаминг то есть придет в правильное время значит комбинация не пишет комбинация двух недорогих производителей газа логически приводит тому что произойдут сокращение расходов увеличится и вероятность того что ну как бы они короче топят за то что цены на комодитис на цены на газ вырастут при этом себестоимость производства после объединения резко упадет и перед вами будет новая компания часа пик который будет мега эффективный да еще и цены вырастут вообще будет все прекрасно я на вашем месте бы обязательно компанию часа пик поставил себе на осмотр потому что действительно в этом что то есть потенциальная потому что те они там начинают рассказывать нам про то что газ это крутая штука что потребление газа будет расти и not классические лапша на уши которая льется и как из рога изобилия страны аналитиков потому что смотрите что у нас вот у нас есть хорошие графики цен на газ слева синий график это цена на газовые фьючерсы в соединенных штатах америки мы видим что в 2022 году на фоне энергетического кризиса цены улетали у них а дом почти 10 долларов за миллион британских термических единиц такое измерение газа но для нас неважно главная цифра 10 10 баксов а сейчас она около 2 баксов что это одна из самых низких значений за последние пять лет то есть часа пик то не растет не потому что там все прекрасно потому что все ужасно цены на газ сша очень низкий слишком хорошая погода зимой было никаких аномальных холодов пока не было там уж период небольшой был в техасе она все да то есть то есть избыток то есть шельфовое месторождение газа очень большой то есть выкачивает они все правда обещают что на шельфе скоро все закончится и американцы опять перейдут в каменный век и будут закупать у россии нефть и газ но это злые языки говорят справа у нас цены синий ой зеленый график это цены у нас в европе в азии можете очень хорошо это посмотреть отсюда давайте сделаем небольшой вывод есть сейчас цены на газ на дне по крайней мере по крайней мере за последние годы то теоретически отсюда либо дальше копать вниз что приведет к разорению большого количества газовщиков ну и соответственно разворота тренда либо это уже скоро будет разворот если не случится глобального похолодания скажем так на рынках я имею ввиду экономического похолодания поэтому давайте так часа пик мы ставим с вами на осмотр потому что если цены на газ действительно отсюда развернуться они уже достаточно неплохо припали на главное чтобы не как литий без конца падающий то можно будет часа пик действительно себе отдать будем следить за историей с часа пик energy corporation его и его слияние со свином и посмотрим чем это закончится значит первая до тема следующие новости евросоюза потом снова вернемся к сезону отчетности в сша значит новости евросоюза и европейских стран значит первое европейцы ожидают что со второй половины тут уже правда со второй половины 2025 года кристин лагард заявил что они будут снижать ставочку в общем не могут европа жить при ставке в 4 процента говорят что слишком много европейская инфляция падает все хорошо то есть это должно поддержать с одной стороны европейские фондовые рынки вот но они уже во многом в цене а второе это великобритания значит великобритания сейчас имеет долг сто процентов к ввп это уровень долга который был только в периоды когда началась первая мировая война и вторая мировая война да то есть там он долг мы видим улетал что вы понимали после второй мировой войны великая великая британия стала не великой а просто стала британии потому что они потеряли свое скажем так монопольное положение то есть британский фунт он начал уже терять свои на покупательную способность после первой мировой войны и добила его вторая мировая война когда видите долг к ввп у них вырос на 250 процентов в общем британский фунт перестал быть глобальным обменивающийся эквивалентом каким является сейчас американский доллар вот то есть очень все просто не надо чтобы ваши долги были слишком большие тогда с вашей валюты будет боль более-менее все хорошо есть там но не будет другие факторы не только же долг нас влияет на оценку валюты еще раз британия опять подошла к отметке в 100 что опять ставит британскую финансовую систему опять перед выбором что делать дальше но они там вроде согласились надо снижать все это дело но с тем с такой скоростью с которой то меняются премьер-министры все приводит тому что каждый премьер-министр берет все больше долга чтобы обещалки свои исполнить а потом просто сваливает вот я думаю текущий премьер-министр просто уедет в индию если вы начнется в великой британии проблемы и спокойно будет жить и кайфовать вот по тому же британцы как-то разберутся сами наверное вот поэтому британии тут вроде не все хорошо так еще и так еще и к у них проблемка с тем что инфляция не падает последние данные за декабрь по показали что инфляция так еще и выросла то есть там так так себе в германии тоже не все хорошо мягко говоря немецкая значит 2023 год германия должна завершить год в рецессии тут уже сегодня вышла новость о том что прогнозируете на 24 год рецессию в германии на этом фоне смотрите на фоне то есть в германии рецессии 23 год германии рецессии обещают на 24 год немецкий dax обновляет исторические максимумы да у нас вот таком сегодня не обновил еще до значит завтра будет обновлять или обновил ну короче ударился ровно да вот у нас это индекс на немецкие бирже значит немецкий dax на фоне беспрецедентных значит восстаний народа это называется там крестьяне восстали в германии точнее фермер да про сейчас правильно говорить не крестьяне фермеры значит фермерские восстания против шольца что там во франции правда там тоже перекрывают париж фермеры но потом по-моему то в германии там вчера средний класс бастовал какой-то вышли они то есть там прямо народ бастует говорит шольц все надоел иди иди гуляй экономики плохо но действительно экономики плохо потому что германия с большим удовольствием скупает американский газ говорит что он демократический авторитарный газ он не хочет покупать только демократический газ он дороже но при этом я конечно пошучивают надеть надеюсь иронию понимаете и сарказм а то сейчас же многие воспринимают все что я говорю прямо ну ладно надеюсь у вас чувство юмора есть про демократический газ она чувствует в чем в том что немецкий dax обновляет хаи на фоне на фоне на фоне на фоне на фоне того что в стране рецессия на фоне того что кризис правительственный и в связи с этим ребята из американского хедж фонда называется кьюб билл кьюб значит зашортили на 1 миллиард долларов немецкие компании среди них volkswagen volkswagen deutsche банк и прочие ребят в общем зашортили на миллиард долларов давайте мы поставим здесь отметочку они где-то по-моему тут шортанули то сейчас они в минусе в моменте volkswagen так где рисовалка моя рисовалочка вот давайте здесь big short у нас будет вот прямо так вот нарисуем вниз big big и будем тоже следить за этой позиции big short сейчас сезон отчетов в германии начинается я несколько компаний разберу на нашем сайте кстати когда ребят не забывайте что у нас же сайт мы сейчас будем с вами разбирать еще отчеты американских компаний там все основные отчеты мы уже разобрали которые вышли на прошли на прошедших неделях вот и будут разбираться дальше ну и плюс у нас 1 января поднимаются чуть-чуть цены поэтому если кто хотел на год себе оформить подписку лучше делать это до 1 февраля вот поэтому германию зашортили давайте посмотрим что будет с этим всем делом тоже интересно чем закончится а ну и конечно подписывайтесь на наши каналы wall street pro beat street pro значит wall street про это новостной канал первую полу дня мы говорим про российские новости вторую половину дня мы говорим про глобальные новости сша китай европа кружочек дня часто но если у есть о чем говорите обязательно пускай видео где мы вот обсуждаем какие-то темы поэтому если вы вам недостаточно одного выпуска в неделю и на youtube в телеграм-канале wall street pro я стараюсь быть но если не каждый день в последнее время то практически каждый день с каким-то анонсом что-то интересное рассказываю про рынок поэтому подписывайтесь заходите наши каналы по крипте канал по дивидендам правда московской бирже и мой личный канал где я как раз про книжку рейдалио подробно рассказывают почитайте ее очень интересно если вы связываете свою жизнь с финансовым рынком или близко к нему вы обязаны на мой взгляд почитать книгу рейдалио про но новый глобальный мировой порядок очень крутая хотя бы кусками и почитать нужно я читаю в оригинале специально вот поэтому ссылка на нее и вообще мои впечатления о ней тоже в телеграм-канале вот дмитрий черемушкин можете найти но мы продолжаем начинаем разбор нескольких компаний отчетов которые вышли в соединенных штатах америки первое это netflix netflix утер нос всем кто кому только мог утереть нос даже я в него не сильно верил но он утер и мне начнем с того что netflix показал самое большое количество прирост хотел сказать население пользователей если не ошибаюсь 13 миллионов они добавили это благодаря тому что они начата запретили шерить шарить свои подписки с друзьями там и так далее в итоге если какая крутая конструкция получилась у netflix который достиг пика на фоне пандемических то что все сидели дома а потом цена его упала да потому что все из дома вышли пандемия закончилась акции упали на 75 процентов своей стоимости и потом грандиозные с эти два с двойным дном просто идеальная точка входа сайте какой эти какая идеально была точка входа да то есть заход и отсюда и уже плюс двести сорок шесть процентов за полтора года двести сорок шесть процентов вот так вот ребятки вот так вот значит netflix хорош но вопрос естественно стоит ли покупать сейчас для этого мы открываем netflix смотрим значит на прогноз значит при том что они пропала я даже что промазали по чистой прибыли значит у них на 24 год они ожидается чистая прибыль 17 долларов на акцию это 33 п на е и на 25 год ожидается 21 почти чистая прибыль 27 п на е естественно с таким п на е я пас потому что представляете еще недавно вот я помад в одном из прошлых наших видео я разбирал к говорил дальше таблицу показывал для по nvidia nvidia то есть мы разбирали отчет во-первых nvidia за прошлый квартал и как раз у нас вышел тогда да вот вышел отчет nvidia и тут я как раз в одном из наших выпусков сказал что я покупаю nvidia почему я покупаю nvidia да потому что то у них там форвардный показатель по на е по моему на 25 год 22 по на е 22 это ниже чем у кока-колы nvidia это у нас не кока-кола с отряхлым ростом в пять процентов ну хорошо кока-колы там под 10-15 сейчас будет хороший год у них nvidia возглавляет по сути ну единственная компания чуть ли практически монополист не единственно близко к монопольной продажи чипов для искусственного интеллекта а это сейчас понимаете это найти это как наркотик понимаете наркотик для аналитиков если если она если есть выручка от использования искусственного интеллекта аналитики автоматически будут тебя любить и твои мультипликаторы будут высокими поэтому я купил nvidia при том что находился эти на хаях то есть как можно как какой здоровый человек в здравом уме купит nvidia по цене 488 когда она за год выросла но на 2 на те же самые 245 процентов а то есть мы netflix также вырос чуть за ну чуть побольше да там за полтора года вот вопрос да а стоит ли netflix покупать вот если ты значит я купил nvidia то netflix я не хочу покупать после такого роста ну потому что вы видели сами с таким понае ему нужно расти темпами куда существеннее но netflix снимаю шляпу за то что он конечно очень круто обделал всех аналитиков и ушел вперед следующее 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 у нас белый лист бумага класс а если следующий белый лист значит надо переключаться на следующем значит тесла что у меня все хотят сегодня спамеры прямо на сего два звонка прям подряд идет один пишет московскую область второй тут же через минуту уже санкт-петербург и как эти спамеры достали это просто просто ненавижу ненавижу мерзких вонючих спамеров которые звонят и какую-то хрень на телефоне предлагают от кто им вы кто кто им разрешает мне вообще звонить так идемте дальше значит тесла тесла да что делать с тесла ребятам хотя отчет тесла мы тоже забрали я даже немножко нарисовал вот такую красивую картинку смотрите тесла сейчас на отчете очень некисло упала значит отчет мы полностью разобрали значит основная суть в том что текущая прибыль компании не под как и пишут аналитики не поддерживают текущую капитализацию на то есть вот так вот ну то есть что сделал илон маск он снизил цены на свой автомобиль чтобы конкурировать с китайцами вот так вот потому что китайцы там просто поржали над ним сказали типа ты чё тут даешь но особенно над моделью 3 если посмотреть предыдущую дорестайлинговую модель 3 тесла то получается там отделка как ну чуть лучше чем в жигулях при этом цена как у хорошего люксового автомобиля китайского вот и естественно китайцы на ним поржали ему пришлось снижать цены им пришлось выпускать рестайлинг модели 3 чтобы хоть ну чуть чуть подороже деда отделать салон вот но это не помогло то есть у них маржиналка с маржиналка маржинальность ехала прибыль упала и вот как-то с этим надо жить теперь значит в чем потенциальные потенциальные плюсы теслы потенциальная опасность тесла значит плюсы в том что искусственный интеллект вроде как там с роботом да там андроидом он там разрабатывает но илон маск уже испортил проблему испортил испортил потенциальное будущее теста сказал сказав что он будет развивать значит искусственный интеллект вне компании если ему не дадут 25 процентов 25 процентов голосов и сейчас совет директоров думают как это сделать там хотят выпустить подумывают выпускать выпустить дополнительные выпуск акции которые будут иметь одно одна акция будет иметь там условно 20-30 голосов и они их передадут в виде бонуса илону маску иначе он уйдет развивать искусственный интеллект на в другое место он сказал но там уже начал активно собирать бабки под это все дело то есть это конечно портит карму теслы потому что ожидалось что будущее теслы это соответственно искусственный интеллект это андроид и так далее так далее но вот это пока не произошло значит п на е наш любимый индикатор пока тоже достаточно дорогой сейчас может быть отскок по акциям тесла но мы пока смотрим то есть пока моя рекомендация hold то есть текущую просадку пока аккуратненько смотрим может какие-то новости вы ближайшие дни там что-то по получше станет но пока мимо следующее что нас интересует это это intel intel тоже очень сильно обвалился сейчас подгрузится на график intel обвалился на у нас после выхода отчета на 12 процентов отчет при том достаточно неплохой если мы с вами откроем intel то у него при том что они всунули в в презентацию надпись знаете они решили что аналитики совсем идиоты круглые если вставить презентацию а и everywhere то есть да искусственный интеллект везде но при этом не зарабатывать с искусственного интеллекта то и так сойдет вот значит аналитики такие почитали ну отлично значит презентации есть слово искусственный интеллект типа ну плюсик да а потом посмотрели где они заработали за счет искусственного интеллекта и поняли что ни хрена и нигде и в итоге слили бумагу при том что отчет вышел гораздо лучше ожиданий наконец-то не стало расти на 3 сегмент называется client computing это по сути персональные компьютеры вот но все остальное просрали например дата-центр если мы с вами сравниваем с а м д который сейчас активно забирает долю просто забирает мать а м д с ноги открыл сектор дата-центров и просто с ноги выкинул оттуда вышвыр давайте правах правильно хорошее слово русское вышвырнул intel просто из комнаты и сказал что теперь работа с дата-центрами и работать буду я а ты старик ты свое отжил поэтому прямо видите пишут что выручка это почему падает дата-центров у интела потому что он going competitive пресса знаете значит давление со стороны конкурентов вот такое давление я бы сказал что это по-английски и слова панч да значит в лицо да значит это прям это не давление это просто набили морду intel и вышвырнули его из отрасли вот что это было правильное слово панч into face короче прямо удар в рожу вот поэтому вот это не понравилось инвесторами что слово а и а и да вот это искусственный интеллект написали а денег забыли заработать но ты получили значит их из-за этого вынесли сначала md вынес а потом еще и аналитики следующий то есть что делать с интелом пока ничего ждем ждем пока он свои заводы достроит это это ему далее вот этот рост был авансом ему пока он этот аванс лишь с натяжкой где-то в какой-то мере отработал следующие многострадальная и т.н.ти дивиденды 6 с половиной процентов уже отрос на что там интересного там все хорошо кроме одного значит хорошо выручка и беда от мобильной связи растет значит количество какое количество телефонных рабов увеличивается видите количество новых рабов которые будут платить теперь и т.н.т. деньги ежемесячно тут даже на средняя стоимость значит подписчика то есть 55 хотел сказать долларов но короче все хорошо кроме одного прибыль падает все хорошо выручка растет и беда растет свободный денежный поток растет а прибыль падает вот это один минус поэтому пока мы тоже наблюдаем со стороны ну и третье это ай би м старушка ай би м старушка ай би м смотрите с 21 по 23 год ай би м в боковике стояла потому что ребята которые сейчас возглавляют значит ай би м господин кришна вот есть такой кришна слушайте получается ребята из индии возглавляют британию ай би м google и вроде даже сейчас там ники хейли это же президент со стороны республиканской партии в сша вроде говорят что у нее тоже корни из индии то есть если ники хейли станет президент президентом сша то выходцы из индии будут возглавлять и британию и соединенные штаты америки и ай би м и google что еще возглавляют шахринеть просто сколько же да но так вот интересно наблюдение кстати говоря поэтому если хотите возглавлять какую-нибудь страну езжайте в индию изучайте там индийский язык изучайте культуру университет заканчиваете потом езжайте в америку и возглавляете американскую корпорацию вот и все мне кажется отличный путь просто если вы закончите например мгу вряд ли вы станете премьер-министром великобритании я чуть не верю в этом ладно значит ай би м что здесь случилось это нас была такая пауза значит ай би м господин арвинд кришна глава ай би м сказал что у него наконец-таки получилось он обещал прорыв значит в ай би м в искусственном интеллекте уже поскольку его отчеты смотрю наверное уже с 21 там когда он стал главой по 22 году он стал главой ай би м вот и добрых 8 квартальных отчетов но 7 он все обещал и на восьмой наконец-таки сказал что наконец-таки он говорит мы заработали вот видите в отличие от intel а он ведь мы заработали ребятам будет не 100 миллионов от искусственного интеллекта а целых 400 то есть у нас 4x вот но для компании чтобы понимали и рыночной капитализации в 170 миллиардов заработали они 400 миллионов ну и тут инвей аналитики сказали что значит забрали бабки у intel а после того как у них забрали им для деньги ну короче забрали у intel и бабки и занесли в ibm сразу вот но здесь тоже по мультипликаторам у нас выглядит все так себе да так себе все это выглядит значит по ibm все выглядит ужасно поэтому мы пока проходим мимо получается что кстати не самый уж и ужасно 18 по на ем обещает рост смотрите вот с таким ростом чит то есть пока обещают 4 и 7 процентов роста по чистой прибыли но зато они обещают прирост в полтора миллиарда долларов по free cash flow поэтому здесь честно говоря наверное на где-нибудь на хорошем отку откате ibm ты можно взять вот но но нужен хороший откат прямо хороший откатик здесь нам понадобится ладно едем дальше из индии мы передвигаемся плавно в китай значит в китай наш любимый с вами китай значит начнем с того что сейчас вышла на bloomberg статья о том что российские столевары теперь используют китайское оборудование и китай по сути заново сейчас отстраивает индустриальную базу россии вот так вот раньше в двадцатые тридцатые годы в период индустриализации отстраивали индустриальную базу советского союза американские европейские компании сейчас китайские компании у меня вот вопрос хороший когда россия будет отстраивать свою индустриальную базу а то то европейцы с американцами то китайцы вот когда же будет индустриальную базу сказать что от россия собственным оборудованием отстраивает Китая. О, знаете, что было бы классно? Чтобы Россия отстраивала индустриальную базу Соединенных Штатов Америки, Британии, Китая. Была бы так вот эта. Ну ладно, это я спронил про Китай. Про Блумберг сейчас в Китае очень много пишут. Начнем с Гонконга. Во-первых, начнем с того, что акции гонконгского индекса Chinese stocks in Hong Kong, они говорят, около минимума 2005 года. Вы там все ругаетесь, что там российский рынок не такой, не сякой, вообще не то, не сё. Между прочим, гонконгский рынок не то, не сё. А не забывайте, что Гонконг это это ж, как правильно британцы это называют, бриллиант был на короне Британской империи. Гонконг это же ворота в вторую экономику мира, понимаете, который растет, вот мы видели темпами 5%. То есть Гонконг это один из крупнейших финансовых центров мира. На нем, там есть два официальных языка, значит, китайский и английский. Экспортная импортная операция, через него проходит много чего, там, крупнейшие корпорации, в общем, движуха мощная, никаких санкций. Ну, или практически там, по мелочи. Значит, всё круто, а индекс на лоях. Следующее. Смотрите, как классно, значит, американцы смогли отбить любое, ну, там не только американцы, правда, там ещё коммунистическая партия Китая тоже американцам подмахнула здесь. Значит, это цены. Смотрите, MSCI, China Forward P&E и India Forward P&E. Значит, китайские P&E акции сейчас 8, мне кажется, дешевле, чем в России теперь это стоит. Индийский Forward P&E 22. Я же говорю, ребят, хотите возглавлять страны и корпорации, езжайте в Индию. Смотрите, во-первых, там, там, мне кажется, и фондовый рынок дороже, чем в США стоит, по показателю. По-моему, сейчас S&P 19 по Forward P&E, а индийский рынок 22. Я просто шляпу снимаю. Вот реально, ребята из Индии, я перед вами вот шляпу снимаю. Как? Как? Понимаете, всегда думают, тут все люди говорят, Индия, там, священная корова, там, да, где-то кто-то говорит, там, антисанитария. А тут смотришь, блин, а фондовый рынок обогнал китайский по рыночной капитализации. Премьер-министр Индии, Индии, нет, и Британия из Индии, будущий, возможный президент США с корнями из Индии, крупнейшие американские корпорации возглавляют ребята из Индии. Боже ты мой. Вот вы все хотите, индийский рынок, но зачем нам покупать индийский рынок с мультипликаторами 22, если есть китайские 8? Может им тоже тогда? То есть, кого-нибудь, чтобы из Индии выехали ребята, рассказали китайцам, как правильно рыночную капитализацию делать. Потому что, посмотрите, значит, с 20 триллионных рыночной капитализации в 22 году на текущий момент осталось только 13. это почти 7 триллионов, то есть, треть капитализации китайского рынка просто испарилось. Испарилось. И вот мой хороший график, значит, красный график, это у нас китайский индекс CSI 300, материковый торгуется, если не ошибаюсь, Шанхай. Значит, и второе, это Nikkei 225. То есть, в 2024 году вот просто все, кто хотел, уделали китайский фондовый рынок. Понимаете, даже вот Япония со своей кучей проблем ХАИ бьет. DAX, понимаете, в Германии, значит, в Японии стагнация вселенского масштаба, индексы ХАИ бьют. В Германии, значит, рецессия, индексы, там, Шольца пытаются снести крестьяне, и при этом индекс ХАИ бьет. В Америке чуть ли не гражданская война, ХАИ бьет. Китай растет пяти процентами, вроде, а он ЛАИ бьет. Это же просто сюр какой-то. А Россия под вселенскими санкциями со стороны США, там, санкции столько, сколько мир, наверное, за всю историю взять количество санкций, суммировать все санкции, которые когда-либо были наложены на какие-либо страны, все вместе взятые в галактике, то в России все равно на Россию наложили больше санкций, и то российский фондовый рынок вырос. А китайский, вот. Притом, вот в ВВП в 23-м году, пожалуйста, 5,2%. Все растет, ребята, какого кипариса? Говорю, немецкий рынок еще два года в рецессии, китайский растет. Вот, но, видите, проблемка. Растет не очень хорошо, расти должен больше, наверное. Потому что, смотрите, вот это, что за график? это отношение китайского GDP, то есть ВВП, как процент в долларах США от американского ВВП. Если вы видите, что последние пару лет как бы Китай стал отставать. То есть, если последние годы шел очень хорошо, и все ожидали, что однажды США переплюнет, оказалось, что это пока не сейчас. Вот, если мы посмотрим с вами вот эту гонку вселенского масштаба, то, представьте, где было 80-е годы Китай, где он был в 2000 году, а я очень хорошо помню год 2000, и тогда Владимир Владимирович Путин стал президентом России, я это прямо хорошо помню. И вот, смотрите, 2000 год ВВП Китая, там где-то около 2 триллионов, примерно как в России. То есть, получается, в 2000 году примерно как в России был, да, ВВП. А вот сейчас ВВП Китая, как мы видим с вами, gross domestic product 20, сколько там, 4 триллиона, в США 33 триллиона. И все, Китай не достает. Все, Китай пока проигрывает гонку, и все разочаровались. Ну и одна из, ну то есть, несколько проблем есть, помимо Evergrande, которого вчера делистинговали с гонконгской биржей, проблемы с недвижкой, есть проблема с популяцией. То есть, мы видим с вами, что количество людей в Китае начало сокращаться второй год подряд, при том, темпы сокращения самые большие. Да, то есть, Индия не только перегнала, значит, Китай по рыночной капитализации, но и по количеству людей. Поэтому все в Индии едут, из Китая все уезжают. Может быть, кстати говоря, в Индию уезжают. Но не важно. То есть, Китай начал проигрывать. То есть, Рэй Далио говорит, что следующей, великой империей мировой станет Китай. Ну, так мы смотрим, и что-то как-то фальш-старт какой-то получается. То есть, может быть, кстати, может быть, Китай вместе с Америкой сразу вместе перестанут быть великими державами. И, например, Узбекистан станет великой, новой силой, новой державой, которая покорит весь мир. Кстати, в свое время Амир Тимур, он-то и покорил все это дело. Вы не знаете про Амир Тимур, а почитайте, между прочим. Вот. Почему нет? То есть, другие государства, ладно, может, не Узбекистан, население не так много, по-моему, около 30 миллионов, но, например, Канада. Мы знаем, что в Канаду сейчас едет огромное количество людей из Китая, из Индии, а это значит, есть потенциальный шанс. Ладно, идемте дальше. Значит, проблема следующая, Китая, помимо того, что людей меньше, это люди не хотят тратить деньги. То есть, мы видим с вами китайский CPI, то есть, это у нас, по сути, инфляция, инфляция в, есть core CPI, то есть, такое основное, есть CPI общий, то есть, это включая энергетические, цены на энергию. Значит, здесь у нас минус, дефляция в Китае, ребята, дефляция, народ, цены на, падают на продукты, цены на, соответственно, оборудование и прочее падает, и народ просто деньги зажал, в недвижку не несет, на фондовый рынок не несет, в банковский, на банковские счета несут. Вот, здесь есть большая проблема с раскруткой всего этого дела. Ну, и Китай, чтобы спасти свой фондовый рынок, Bloomberg написал, что Китай, значит, будет, ну, хочет выделить почти 300 миллиардов долларов на покупку, чтобы поддержать рынок. С одной стороны, 300 миллиардов долларов, это примерно, если не ошибаюсь, половина капитализации российского фондового рынка, представляете, если бы 300 миллиардов в российский фондовый рынок, ну, там была бы ракета, обогнали бы Индию по капитализации. Но, при капитализации текущей, мы с вами видели, в 13 триллионов долларов, мне кажется, это как слону дробина, то есть, ну, 300 миллиардов долларов, это само по себе дохрена, но это ни хрена не поможет китайскому рынку при 13 триллионной капитализации. Так, словесное, легкое покалывание, понимаете, легкое покалывание для рынка. Ну, и, соответственно, что делать, что делать с этим бедолагой японским, японским, нет, японским все хорошо, китайским индексом, смотрите, значит, на этой новости, на новости, что дадут 300 миллиардов, они несколько дней отскакивали, видимо, 300 миллиардов на этом и закончились очень быстро, и сейчас, вот сегодня, минус 2, и 3 процента Хэнксенк индекс упал. Значит, он упал в том числе из-за того, что там опять пришли коммунисты из Китая и сказали, что, значит, проблема там, знаете, какая, еще, помимо, как бы, китайских, еще есть Гонконг, не забываем, да, значит, Гонконг, его сейчас прессуют со стороны коммунистической партии Китая капитально, потому что Гонконг, это бывшая британская, по сути, территория, естественно, там, пользуются этим, в том числе, влиянием и британцы, американцы, кто только может, Китай, соответственно, пытается это оградить, сейчас там вводят различные законы, такие драконовские, которые запрещают британцам каким-либо образом влиять на политику в Гонконге, и это, соответственно, не нравится инвесторам, инвесторы боятся, что большой материковой Китай, там, свои новые законы, то есть, из либеральных законов, которые там делали британцы, сделает, там, драконовские законы коммунистические, и все пойдет прахом, в общем, они оттуда бабки пытаются выводить, вот, это, конечно, тоже дополнительный риск, что в связи с этим делать-то, я уже написал в нашем канале, я решил на этой новости все-таки купить не китайские акции, а купить сразу весь индекс, весь индекс, это весь индекс под названием Хэнк Сенк Инверкс, вот, из чего он состоит, во-первых, это огромный раздел финансы, сюда входят и крупнейшие китайские банки государственные, сюда входит HSBC, сюда входят страховые компании, ну, в общем, такой большой Pink An Insurance, его там вообще, ну, Pink An, конечно, бедолага, вот просто вот, вот знаете, чем мне не нравится, например, коммунизм, социализм и так далее, да, потому что я чистый капиталист, потому что, вот есть компания, например, Pink An, да, вот, это капиталистическая компания, все хорошо у нее, развивается, там, все чудесно, а потом приходит государственный чиновник китайский и говорит, значит, ребятки, у вас все хорошо же, да, вроде, они говорят, ну, неплохо, да, неплохо, значит, давайте-ка вы, тут есть одна компания, у нее куча долгов, проблемная, надо бы как бы выкупить ее, а так, сейчас открою, вот, сейчас я покажу, значит, и такой, Pink An, такой говорит, а нафига нам выкупать, как бы, вот эту мерзкую компанию, ну, там, из КПК говорят, ну, понимаете, как бы, мы же в социализме, ребят, тут каждый должен помогать, не по, как говорится, директиве, а по зову сердца, понимаете, а зов сердца у нас очень простой, вот надо бы как бы, и вот Pink An, бедолага, да, пытается как-то всячески не покупать, мега убыточные компании и так далее, поэтому, там, где вот, есть директивное управление, когда приходят на предприятие, говорят, как бы, надо вот это, делать, а не вот это, это, конечно, не очень хорошо, это, кстати, встречается не только в Китае, да, вы понимаете, что это, на самом деле, встречается во всем мире, но в некоторых странах это чаще встречается, вот, поэтому Pink An, бедолага, замочили, ну, короче, и информационные технологии, два больших сектора, тут и Tencent, и Alibaba, и Xiaomi, и JD, и так далее, и так далее, и тут даже есть, вон, и PetroChina, и Knock, и China, Чэньхуа, Sinopec, China Mobile, ну, в общем, я купил весь этот, весь этот суповой набор, себе в портфель, значит, с чего он состоит, показал, значит, как это купить, я пока нашел самый китайский из китайских ETF-ов, которые есть, прямо, вот, вот, у Хэнгсенга еще есть свои ETF-ы, собственного, как бы, приготовления, и вот они называются, ну, для, я впервые их вижу, называется Tracker Fund of Hong Kong ETF Units, он прямо торгуется на гонконгской бирже, он прямо в гонконгских долларах, и он вроде, я так вот, смотрите, история у него большая, то есть он достаточно давно торгуется, ну, прямо уж очень давно, то есть один из старейших вообще ETF-ов, блин, он что, раньше S&P что-ли запустился? Нет, этого не может быть, что за бред, этого не может быть, ну, короче, какой-то странный трекер, ну, короче, я вот этих ребят купил, если вы знаете, какой индекс, интересно, особенно, чтобы еще и дивиденды были хорошие, сейчас он отображает, что 4% див доходность, там, на самом деле, она побольше будет, 4,5 где-то должна быть, вот, то есть она должна быть где-то 4,5, половины, я думаю, вот, поэтому, 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 я решил покупать, тут и до войного дня близко, и уровни просто шикарные, значит, почему я решил купить, объясню, минусы, мы с вами, давайте откинемся, немножко про Китай поболтаем, вот так уже у меня конец, 50 минут уже пишу, значит, почему, значит, есть минусы, минусы, это, конечно же, то, что Китай стал, действительно, больше социалистическим, с приходом Си, особенно, переизбранировал на третий срок, то есть это, вот, заставляют делать какие-то вещи, там, Алибабу, то делать, там, строить, значит, склады, в местах, где-то нерентабельно строить, ну, потому что надо населению там, мы, конечно, за то, чтобы, да, государство помогало, помогало, но не заставляло, тем не менее, значит, минусы, это социалистическая повязка Китая, она, действительно, отпугивает капиталистов капитально, капитально, против, знаете, это как чеснок против вампира, вот, то есть коммунизм, это чеснок, значит, вампиры, это капиталисты, вот, соответственно, Си, как мне кажется, развесил чеснок, чеснок в Гонконге, и все капиталисты оттуда посвалили, это, кстати, очень может негативно влиять на оценку, мы видим с вами 8 П на Е, вот, может быть, у них хватит, хватит здравого смысла, чтобы этот чеснок все-таки убрать, и чтобы, но тут другой момент, глобальное противостояние, Китая против западного мира, то, что сейчас мы видим, происходит с Россией, и здесь, все СМИ западного мира, ну, не все, но многие, видимо, по указке, где-то, исчезнутся своих личных соображений, пишут, конечно, много льют грязи на Китай, Китай, отчасти, дает повода для этого, я бы, мы уже с вами говорили, вот это исчезновение политиков китайских, просто исчезли, это, конечно, ну, с точки зрения, особенно, западных стран, это, что это вообще такое, да, политик был, политика нету, то есть, он и не повесили, вроде его на площади прилюдно, и вроде не в тюрьме его не видно, и дома он не появляется, то есть, что случилось-то, и, главное, все молчат, вот это, конечно, ну, это специфика Китая, может быть, там, кого-нибудь спросите, почему так чиновники исчезают, и никто не спрашивает, а что с ними случилось-то, то есть, а как бы, а что случилось-то, это, конечно, очень многих пугает, при инвестициях в Китай, с другой стороны, все-таки капитализм, в той или иной степени, в Китае присутствует, достаточно, особенно в Гонконге, он очень хорошо развит, и, я решил рискнуть, я решил не выбирать, там, куплю ли Алибабу, или куплю Джей Ди, или, может быть, China Construction Bank, а я куплю сразу ИТиевку, ну, сразу весь Китай, в одном флаконе, у меня, правда, есть Петра Чайная, у меня есть Кнок, и у меня есть Чайна Мобайл, три компании, это все, да, а, правда, еще, я вот отдельно купил Ли Аута, потому что, ну, настолько крутой, и то Льют, понимаете, Ли Аута, супер-мега, последний отчет, это просто песня, Тесла, там, где-то, в помойке валялась, по сравнению с Ли Аута, по отчетности, но Льют, понимаете, тут уже важно, не фундаментально, что компании дешевые, даже хорошие, а идет повестка, повестка говорит следующее, что, ребята, американские, европейские капиталисты, валите из Китая, пока есть возможность, пока, короче, там, не началась с Тайванем проблема, пока там, сейчас Трамп придет, он уже пообещал 40-процентные таможенные пошлины, в общем, будет, будет вам весело, говорят, ребята, европейцы, американцы, когда Трамп придет, там начнется заварушка, вот, поэтому здесь есть плюсы и минусы, я рискну, ну, как бы, относительно небольшой часть портфеля, я, наверное, процентов 5-6 на Китай выделю, именно в ETF, да, то есть у меня Петра Чайна есть, КНОК есть, они, кстати говоря, неплохо себя чувствуют, и Чайна Мобайл себя неплохо чувствует, дивиденды платят, поэтому по 10% около того, плюс-минус, и даже особо никуда не падают, потому что они не зависят, то есть Петра Чайна, например, и КНОК не особо зависят, от геополитики, потому что они добывают нефть и газ, так же, как и Петра Браз, и плюс, кстати, Петра Браз куда более зависим от политики внутренней, чем Петра Чайна, мне кажется. В итоге купил эту ETF, вот эти акции, теперь у меня есть в портфеле, можете сказать, если вы знаете какие-то более крутые ETF, которые торгуются на Гонконге, кто давно на Гонконге, напишите их тикер, я посмотрю, но вот я пока нашел вот такой, да, напомню, что я взял, я купил тикер под названием, значит, у него тикер 2800, тут у них тикеры такие, и, соответственно, это Tracker Fund of Гонконг, ну, вроде как ликвидный, вроде точно отображает то, что происходит, вот, поэтому на этом, на этом мы сегодня закончили, если вам понравилось, не забывайте и не стесняйтесь поставить лайк, и мне очень приятно и помогает другим людям увидеть это видео, ну, и наша комьюнити, которая все еще продолжает говорить про глобальные рынки, большинство моих коллег уже про это забыли, у них только российские активы, только теперь российский Газпром, больше ничего, а мы продолжаем с вами на русском языке вещать про глобальные рынки, и нас таких очень мало, поэтому поддержите, не рублем, так хоть лайком, и это нам будет очень приятно, спасибо большое, до новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова